Здравствуйте! Это специальный выпуск программы «День в событиях». Мы работаем в прямом эфире в студии Юрий Кораблёв. Чрезвычайное происшествие в Рыбинском районе Ярославской области. Сильный пожар в посёлке Песочное унёс жизни шестерых человек. Среди жертв есть дети. Тушение многоквартирного дома шло всю ночь. На месте событий работал Георгий Колчин. Надо им сказать, чтобы они не трогали. Пожарные боролись с огнём всю ночь. Сейчас расчищают завалы. Под обугленными брёвнами в посёлке Песочное ещё могут быть тела погибших. Рядом с руинами жители сгоревшего дома и родственники погибших. У вас кто-то из родственников здесь погибает? Да, я не буду без комментариев, я не буду ничего говорить. Посмотрел в окно, потянуло этим дымом. Вышел, всё горит. Ну, свет погас, да. В трусах выскочили, да, и всё. Чего? Побежали туда наверх, а там уже заперто, никак уже не вытащить. Многоквартирный дом в посёлке Песочное загорелся около половины 10 вечера 2 января. Некоторые жильцы уже ложились спать. Внутри, по некоторым данным, находилось 26 человек. В срочном порядке началась эвакуация. Однако выйти удалось не всем. По предварительной информации, в огне погибли 6 человек. Четверо из них дети, причём совсем маленькие. 2013-2015 годов рождения. Пламя бушевало так, что под угрозой были соседние дома. Мы пришли, здесь горело, они сразу поливали вот этот наш дом. Крыши поливали, дом здесь поливали. Потом гаражи, вот эти сарайки всё поливали. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Приезжал глава региона Сергей Ясливов и сотрудники областного следственного комитета. Постоянно на связи с Москвой глава регионального МЧС Олег Бочаров. Он докладывает свежую информацию. Обнаружен шестой, значит, фрагмент шестого тела. Таким образом, все шесть тел, четверо детей и двое взрослых найдены. Значит, в 9 часов в губернатором области проведено на месте пожара и в администрации проведены совещания. Они определены, уточнены мероприятия по адресной помощи пострадавшим. Тем временем в местном доме культуры с погорельцами встречаются районные власти. Выясняется, сгоревший дом был построен в 1906 году. Он был признан аварийным и вот-вот должен быть расселён. Вопрос, почему этого не сделали раньше, сейчас не главный. Первонаперво нужно дать погорельцам крышу над головой. В 2016-2017 году предполагалось расселение этого дома. Дом в программу включён и действительно все эти действия будут выполнены. Собравшиеся в доме культуры до сих пор в шоке. У многих на глазах слёзы. Почти всем понадобилась помощь психолога. Среди погорельцев много пожилых. Кому-то в эту страшную ночь пришлось выходить на мороз в одной сорочке. Отходя от успокоительного, люди рассказывают, что было до пожара. Свет выключился. Я говорю, ну, наверное, сейчас включат. Свет не включили. Я взяла, что вот так отодвинула, смотрю, там пламя. Ну, видно же уже, что пламя горит скоро. Пламя подходит к нашему балконе. Уже опускается. А я стою в одной рубашке. Причины пожара установят специалисты Государственного пожарного надзора. Список версий традиционно широк. От неисправной проводки до неосторожного обращения с огнём. Десятью днями специалисты, вероятно, не ограничатся. Скорее всего, на проверку отведут гораздо больше времени. Юрий Колчин, Юрий Кораблёв. День в событиях.